Начнем с главных событий. Сегодня в регион прибыл председатель наблюдательного совета Госкорпорации фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Свой официальный визит он начал с осмотра домов, построенных в рамках программы по переселению из аварийного жилья. В сопровождении губернатора области Евгения Савченко, председатель общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ, пообщался с переселенцами, а также принял участие в присвоении одному из домов областного центра высшего знака отличия Минстроя России «Дом образцового содержания». Подробности в сюжете Натальи Александровой. А вы здесь живете? Да, в этом доме. Давно переехали? Да, уже второй месяц. Второй месяц. Из аварийки переехали, да? Из какого жилья? Да. До Бобчанок перенавили. Да. Ну и как квартиры? Да, 50 лет. Да ничего, нормально. Нормально? Да. Намного. Тепло. Очень тепло. Всего по программе переселения из ветхого жилья в доме номер 9 на улице Зеленой ключи от новеньких квартир получили 48 человек. До этого старейшие жители дубовского сельского поселения ютились в ветхом жилье недалеко от этой новостройки. Именно поэтому знают цену тёплым, просторным квартирам. Я трудности все пережила. А тут всё, и счётчики есть. Ну всё, я не знаю, как мне, всё на свете есть. Пришла вот и живи. А это уже пример комплексного освоения территории. Микрорайон «Улитка». Он тоже находится в дубовском поселении. Девять жилых секторов объединены вокруг рекреационных территорий и делового центра. Во дворах нет машин, парковки вынесены наружу. Внутри микрорайона работает школа, детский сад, построены спортивные площадки. Концепция поддерживается архитектурно. Пример качественного пространства для комфортной жизни в ритме современного города. Идеология, чтобы внутри не было машины. Самое главное. Ещё одна точка визита делегации – дом номер 15 на улице Газовиков в Белгородском микрорайоне «Новый-2». Наталья Горошенко переехала сюда чуть больше года назад и о выборе не жалеет. Прельстил всё-таки новый, всё тут благоустраивается, школа рядом строится новая. Вообще инфраструктура тут в принципе развита. Вид красивый. А самое главное – дружные соседи, которые вместе поддерживают порядок в своём доме. А недавно создали ТОС имени Шумилова. В каждом подъезде у нас расписаны стены. Очень много цветов у нас. Зимой в подъезде цветы, летом у нас с весны по осенью цветут розы. Благодаря такой совместной работе неравнодушных жителей и управляющей компании дом теперь отмечен знаком качества ЖКХ. Самым высоким званием Министерства строительства и ЖКХ России. Ваш дом по праву завоевал звание дом образцового содержания и управляющая компания, и руководитель ТСЖ или по старинке управдома. А самое главное – сами жильцы делают много для того, чтобы в доме, где вы проводите большую часть своего времени, на самом деле, и жизни подчас, было уютно, было чисто, было тепло. Здесь есть всё, чтобы сделать жизнь горожанина удобной и уютной. Это новый подход к освоению территории и новое отношение к людям, которые здесь живут, подчеркнул губернатор Евгений Савченко. Очень хорошо, что этот микрорайон осваивается комплексно застройщиком ЖБК-1. Заканчивается строительство школы в текущем году на 500 мест. Перед этим сдан здесь для всего микрорайона детский сад. Мы меняем среду и меняем людей. Вот наше кредо, которое мы исповедуем уже многие годы. Это уже второй дом в Белгородской области, которому присвоено звание «Домообразцового содержания». В России 84 субъекта, а такие таблички украшают фасады всего около 60 домов по всей стране. А значит, каждая – на вес золота. И это тоже отражение политики, которое проводится в регионе и направлено в первую очередь на благополучие его жителей, отметил Сергей Степашин. Вы знаете, во многих должностях поработала, всю страну проехала. У вас лучший губернатор и лучшая область в России. Наталья Александрова, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья.